Здравствуйте! На канале НТС Новости в студии Елена Кобзева и Джолдош Исаков. И вначале коротко о главном. Развитие экономики страны невозможно без развития регионов. Соренбай Джейнбеков посетил открытие цементного и молочного заводов в Ожской области. За какие заслуги председателю Национального банка Толкунбеку Абдегулову списали жилищную суду почти на 5 миллионов суммов? Долго ли, коротко ли? Чуть более 20 лет есть на реализацию над стратегией 2040. Воплощению амбициозных планов могли бы помочь доноры. Пустые библиотеки, разрушенные дома культуры, мизерные зарплаты и артисты-предприниматели состояние культурной сферы не внушает оптимизма. Довольно насыщенно проходит визит главы государства в Ожскую область. Соренбай Джейнбеков вылетел на юг сегодня утром. В течение двух дней президент посетит ряд мероприятий как культурного, так и экономического характера. В их числе торжественное собрание, посвященное теме Ож в судьбе Айтматова. А также национальные иконно-спортивные игры, посвященные 90-летию всемирно известного писателя. Кроме этого, глава государства был приглашен на открытие двух предприятий. Одно из них – Араванский цементный завод. Президент посетил зал управления производством. Ему доверили честь торжественно осуществить запуск, а после провели тур по предприятию. В заключении глава государства выступил перед работниками и гостями, пожелав заводу стать одним из крупнейших предприятий промышленной сферы страны. Сегодняшнее событие является очень важным в жизни нашего государства. Этот завод в будущем станет одним из флагманов промышленности страны. С запуском таких крупных предприятий создаются новые рабочие места. В ходе строительства завода около тысячи местных жителей были обеспечены работой. С запуском завода будет создано более 450 новых рабочих мест. Рождение этого завода, отметил президент, происходило на его глазах. Выступая перед собравшимися, Суренбай Джинбеков рассказал, что отлично помнит, как к нему, работавшему в ту пору на должности уполномоченного представителя правительства Волжской области, с идеей открыть цементный завод обратились предприниматели и депутаты. В течение трех лет шло строительство, в которое вкладывали не только хозяева завода. Отмечается, что их собственных средств было инвестировано 48 миллионов долларов. Поддержку оказали и несколько других крупных компаний и банков. На строительство завода в общем было потрачено 86 миллионов долларов. Это строительство можно назвать интернациональным, а предприятие – заводом дружбы, партнерства и доверия друг другу, так как в реализации проекта участвовали пять стран – банки и предприниматели Китая, России, Турции, Голландии и Кыргызстана. Открытие такого крупного производства стало лучшим подарком в рамках года регионов, подчеркнул Суренбай Джинбеков и добавил, что это отличное начало для развития производственного сектора на юге страны. По словам президента, главной задачей государства сегодня и впредь будет защита бизнеса от незаконных проверок и платежей, а также создание для него максимально удобных условий для деятельности. Однако при этом работа заводов не должна наносить вред окружающей среде, уничтожая экологию. Наша цель – защита инвесторов и собственности от судебного произвола. В скором времени в государственных органах начнет работу институт бизнес-омбудсмена в целях защиты прав предпринимателей. Денежные ресурсы крупных финансовых институтов страны направлены на стимулирование проектов в регионах. Кроме этого, на сегодняшний день упрощена процедура регистрации предпринимателей. Она теперь составляет не более трех дней. В регионе создан самый либеральный налоговый режим с пониженными налоговыми ставками. А новые предприятия освобождены от проверок фискальных органов сроком на три года. Ну а второй объект, за работой которого сегодня также наблюдал глава государства, это завод по переработке молока ОСО «Алайку Органикс». Предприятие расположено в городе Аше. Ранее оно специализировалось только на традиционных национальных каргасских напитках из молочных продуктов. Однако в сотрудничестве и при поддержке международных партнеров компания смогла расшириться и начать изготавливать йогурты, сметану, масло и сыр. Этот проект, отметили руководители завода, поспособствует улучшению благосостояния животноводов из десяти сел Коросуйского района. Кроме этого, предприятие увеличило количество рабочих мест, что, по мнению главы государства, особенно важно для жителей регионов республики. К тому же расширение молокозавода должно позволить увеличить объемы экспорта продукции в другие страны. В этой связи, обещал президент, бизнесменам, открывающим дело в регионах и добросовестно отчисляющим налоги в бюджет, государство будет оказывать всяческую поддержку и почет. У нас должна быть такая политика, чтобы самыми уважаемыми людьми были предприниматели, которые открывают предприятия, создают рабочие места и платят им зарплату, отчисляют налоги государству. На реализацию национальной стратегии развития 2040 потребуется более 20 миллиардов долларов. Финансовые доноры по проектам на сумму 8 миллиардов долларов установлены. Осталось найти партнеров, которые готовы оказать поддержку стране на остальную сумму. Об этом сегодня сообщил Даниэр Имманалиев, заведующий отделом политики стратегического развития экономики и финансов аппарата президента. Донорская помощь, отметил Имманалиев, нужна для ряда крупных проектов, которые не то чтобы реализовать, начать их в одиночку Кыргызстану будет сложно. Но все они являются важными и направлены на повышение уровня жизни кыргызстанцев. К примеру, новая транспортная артерия между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Проект поможет не только создать рабочие места, но и откроет возможности для развития легкой промышленности, не говоря уже о туристических возможностях. Сделать фокус на развитии человеческого потенциала – это главная и, пожалуй, самая емкая характеристика, которую можно применить к национальной стратегии 2040. Состоит документ из четырех разделов – «Человек, семья, общество», «Экономическое благополучие и качество среды для развития», «Государственное управление и управление развитием». Документ получился комплексным, его не раз обсуждали, вносили изменения, дополняли с учетом правительственной программы «Доверие, единство, созидание». Последняя редакция отношений имеют многие, начиная от экспертов и доноров, партнеров до бизнеса и граждан, отметил сегодня Данияр Имманалиев, заведующий отделом политики стратегического развития, «Экономики и финансов аппарата президента». Реализация будет поэтапной, включая четыре пятилетки. Первая рассчитана до 2023 года. Так как первый этап и есть основной, посвящен он будет всецело роли и правам граждан. Справедливая судебная система, автоматизированный реестр преступлений и проступков, институт пробации, цифровизация судебной и правоохранительной системы, прозрачность и подотчетность Фемиды, онлайн-трансляция судебных заседаний. Это то немногое, что запланировано реализовать за эти пять лет. Параллельно, отметил Имманалиев, развивать будут регионы, социальный сектор, экономику. В приоритете аграрный сектор с упором на перерабатывающую промышленность, энергетика с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетным является также реализация проектов в рамках КАСА-1000. Как вы знаете, сейчас идут подготовительные работы, и со следующего года начнется строительство двух подстанций и линий электропередач, это порядка 1200 километров. И Кыргызстан является частью этого большого проекта. Ожидается к середине 2021 года или к началу 2022 года этот проект начнет свое функционирование. Это тоже очень важный, крупный проект для Кыргызстана. По обеспечению экспортного потенциала мы сможем воспользоваться возможностью экспорта электроэнергии в другие страны. Все госструктуры, а их почти 190, объединят в единую информационную сеть. Упростят программу ипотечного кредитования, которую применять начнут, кстати, в первую очередь в Нарыне и Джалалабаде. Медицина станет доступнее и качественнее. Цифровые технологии уже начали внедрять. Планируется, что вскоре будет применяться телемедицина и онлайн-консультирование. В почти 700 населенных пунктах появится чистая питьевая вода. В общем, предусмотрены документом около 300 проектов, которые затронут многие отрасли экономики. Больше всего их в сфере переработки сельхозпродукции – 40. Далее идет промышленность и ирригация. А затем по мере уменьшения числа проектов – транспорт и логистика. Животноводство, растения водства, питьевая вода, логистические центры. На реализацию над стратегией развития запланировано выделить 20 с лишним миллиардов долларов. Из них 7,8 миллиардов долларов – это будет по уже подтвержденным источникам, по реализации ряда инвестиционных проектов в энергетике, в перерабатывающей промышленности, в секторе транспорта, в секторе водоснабжения, ирригации и промышленности. На сегодняшний день по некоторым инвестиционным проектам источники финансирования будут уточняться, и по ним будет вестись работа по привлечению инвесторов. По подсчетам, для реализации задач нужна поддержка доноров и партнеров еще на миллиардов 12. Потому как многие проекты в документе, к примеру, развитие той же транспортной инфраструктуры, требуют колоссальных вливаний. В строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, к примеру, газопровода Кыргызстан-Китай. На сегодня руку помощи протянули несколько финансовых институтов, такие как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Исламский банк развития и другие. И чтобы все, что запланировано, удалось реализовать, в планах создать при правительстве отдельное структурное подразделение. На сегодня работу с донорами ведет отдел из двух человек. Эльнур Абекпасарова, Ирлан Кемельбеков, НТС. В Джугрукукинеши просят Генеральную прокуратуру проверить председателя Нацбанка Толкунбека Абдегулова. Накануне в парламенте озвучили информацию о том, что главный финансовый регулятор списал своему председателю жилищную суду на почти 5 миллионов сумм. В Национальном банке заявляют, что решение о списании средств было принято законно. И это даже подтверждено счетной палатой, которая не выявила нарушения в этом вопросе. Подробности в нашем следующем сюжете. Почти 5 миллионов сомов Национальный банк простил своему председателю Толкунбеку Абдегулову. Беспроцентную суду председатель главного финансового регулятора брал на покупку жилья. Всего чиновникам было получено 5,5 миллионов. И к моменту его перехода на должность вице-премьера оставалось погасить еще 4 миллиона 824 тысячи сомов. Именно эту сумму своему бывшему председателю исписало правление главного финансового регулятора. Положение об обеспечении жилищных судов, жилищными судами сотрудников Национального банка регулируется данным положением, который предусматривает здесь порядок, как выдачи суд, так и списания. И согласно данному положению, в исключительных случаях правление может принять решение о списании. Есть перечень таких вот случаев. Это случаи смерти служащего при исполнении именно служебных обязанностей, при получении инвалидности первой и второй группы. И также при переходе служащего Национального банка на руководящую государственную службу и наличии десятилетнего стажа в Национальном банке. То есть, допустим, Толку Максимович получил суд в 2015 году, и после его назначения данное решение было принято только в конце октября 2017 года. Объясняться Национальному банку пришлось после вчерашнего заявления депутатов парламента. Законодатель Гульшат Аслубаева усомнилась в законности получения и списания этих средств. Несмотря на то, что счетная палата дала свое положительное заключение на этот счет, народная избранница настаивает на повторном рассмотрении этого вопроса. Правлением Нацбанка игнорируется основной закон, которым они руководствуются. И еще раз хочу повторить, Национальный банк – это не частная лавочка, и полномочия даются для оперативного решения вопросов, касающихся руководства Нацбанком в целом, а не для использования этих полномочий в личных целях. Также хочу спросить, почему руководство Нацбанка, с какого разрешения, с чего разрешение наделило само себя такими полномочиями? Я делала запрос в счетную палату. Счетная палата, не вникнув даже, вообще в суть этого вопроса, написала, что нарушения она не увидела. Может, она не хотела это увидеть? В связи с этим у меня просьба, Ашербек Майдонович, представителям президента, пожалуйста, направьте мой запрос в Генеральную прокуратуру по проверке данного факта. Также прошу проверить заключение счетной палаты на предмет соответствия тому, что они написали, на предмет, извините, законности списания, разобраться по вопросу, принять меры по возврату незаконно списанных денег в бюджет государства. В защиту Абдыгулова выступил бывший председатель Национального банка Улан Сарбанов. По словам экс-главы финансового регулятора, списание ссуды сотрудникам Национального банка – вполне нормальная практика. И Абдыгулов не единственный, кому просили беспроцентный займ. Переходя на госслужбу, человек не будет получать такую высокую зарплату, как на посту главы Национального банка. НБКР не может требовать выплаты ссуды, если жалование больше не позволяет это чиновнику. Тем более не может подталкивать его к каким-то противозаконным способам заработка. Поэтому списание в данном случае логично. Всем, кто оказывался в такой же ситуации, как Толкунбек Абдыгулов, списывали. То, что Абдыгулов потом вернулся – другой вопрос. Вопрос законности тут далеко не главный, говорят оппоненты Абдыгулова. В то время, когда в стране тяжелые экономические обстоятельства, а зарплата председателя и так позволяет приобрести жилье, как минимум некорректно списывать такие суммы, говорят экономисты. Другое дело, если бы это были рядовые сотрудники, которые просто не могут погасить кредит. На самом деле списал не Нацбанк, а списали члены правления Национального банка. Ну, это членами правления являются около 7 человек, 5-7 человек. И это руководство Национального банка, да? И именно члены правления принимают решения о списании. Ну, здесь можно говорить о том, что с этической точки зрения, да, с моральной точки зрения, такие решения для членов правления, для самих себя, они не должны были бы принимать. Это недопустимо, даже если это позволяет законы или подзаконные акты, да? Поэтому другое дело, если бы простые сотрудники Национального банка, да, получили и согласно положению они соответствуют списанию, да? В Национальном банке уверяют, что в их учреждении требования в получении и погашении кредитов одинаковые как для председателя, так и для уборщицы. И среди рядовых сотрудников Национального банка немало тех, кому также были списаны кредиты в силу определенных обстоятельств. Правда, сколько таких Нацбанк ответить отказался, ссылаясь на закон о банковской тайне. Известно лишь, что с 2000 по 2018 годы для обеспечения сотрудников жильем выдало 798 миллионов сомов суды. Из них списано почти 32 миллиона сомов. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Вега. Победитель тендера справедливо выбран для реализации проекта «Безопасный город». Межрайонный студ столицы принял сторону Госкомитета информационных технологий и связей по иску против решения независимой межведкомиссии по рассмотрению жалоб по вопросам госзакупок при Минфине. По мнению суда, решение тендерной комиссии в отношении российского концерна Вега по которому он признается победителем конкурса принято объективно и взвешенно. Поводом для судебных разбирательств, напомним, послужило заключение комиссии по жалобам, в которые обратился другой участник тендера ОСО «Безопасность информационных систем». Инвестор заявил, что признание компании Вега победителем незаконно, так как изначально со стороны этого концерна есть нарушение условий тендера. А именно, нет ни единого официального подтверждения того, что концерн в течение последних трех лет внедрял где-либо соответствующее оборудование фото и видеофиксации ПДД. Крупную банду террористов выявили спецслужбы. По их данным, задержанные, а это пять иностранцев и четверо граждан Кыргызстана, были членами так называемой «спящей ячейки» международной террористической организации. Как сообщили в ГКНБ, группировка действовала на территории Чуйской области. С прошлого года они вербовали и вовлекали людей в ряды банформирований для участия в боевых действиях в Сирии и Афганистане. По данным спецслужб, в планах у задержанных было организовать на территории нашей республики несколько диверсионно-подрывных акций с использованием огнестрельных и взрывных устройств. В минувшие сутки не обошлось без крупных аварий. В результате лобового столкновения на объездной трассе Березбешкека погибла женщина. Известно, что погибшей было 60 лет. Кроме нее пострадало еще три человека. Видео покореженных машин прислали очевидцы. На месте работали медики и милиционеры. На кадрах видно, что от удара машина раскидала по трассе в разные стороны. Передние части кузова сильно повреждены. Оба автомобиля легковые марки «Фольксваген». Приравнять тружеников тыла к ветеранам войны. Внести поправки в соответствующий закон предлагают депутаты Джигуркукинеша. Народные избранники своей инициативе отмечают, что заслуги тружеников тыла неоценимы. Они также вели борьбу за победу, пусть и не на фронте. Работая днями и ночами на производстве, внесли не меньший вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. Большинство из них подорвали здоровье в те годы, работая в тяжелых условиях труда. И сегодня они особенно нуждаются в социальной защите государства. Фирма иностранная, но работники местные. В ближайшее время заработает норма о том, чтобы хозяева иностранца, ведущие бизнес на территории Кыргызстана, принимали на работу преимущественно граждан нашей страны. Так, согласно этому положению, отмечают в госслужбе миграции, численность местных работников должна быть не менее 80% от общего стата. Действующий закон диктует преимущества нашим гражданам при устройстве на работу, однако в компании всегда могли заявить о том, что местные соискатели недостаточно квалифицированы. И поэтому штат некоторых фирм полностью состоит из иностранцев. Это нововведение поможет защитить права отечественных специалистов и ограничить таким образом приток иностранной рабочей силы, отмечают в госслужбе миграции. Невоенные и тоже гибнут за рассказанную в эфире правду, за раскрытую чью-то ложь. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с преступлениями против журналистов. А жертвами нападений нашей коллеги в современном мире становится все чаще. Между тем, согласно статистике, только в этом году по всему миру погибло 86 представителей средств массовой информации. Сотни по разным причинам лишены свободы. В былые годы и кыргызская медиасреда теряла своих представителей. Как защитить себя от опасности и что журналистам гарантирует закон в нашей стране? Обсуждали участники медиафорума, прошедшего сегодня. Говорили и о том, как поддержать добросовестные СМИ. Как выработать механизм, который бы защитил авторское право и сделал условия медиарынка справедливыми. Проблем, другими словами, участники озвучили много. Предложили и некоторые их решения. За дискуссией следила Сабина Дамаскина. Ее называют четвертой ветвью власти. Прессу, включающую в себя сегодня разные типы медиа. Ее работники рассказывают обществу об актуальных событиях и поднимают наболевшие вопросы. Нередко именно с их помощью решаются проблемы, восстанавливается справедливость и люди узнают правду. Именно поэтому журналисты все чаще становятся настоящей мишенью для тех, кого разоблачили. Государство должно защищать всех граждан. Вместе с тем, именно независимые СМИ, они являются тем двигателем, который позволяет нашей стране, журналистам, раскрывать недостатки политической системы, бороться с коррупцией, бороться с нарушениями прав человека. Статья 8 закона Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста гарантирует, что профессиональные права, честь и достоинства журналиста охраняются законом. Журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности. Преследование журналиста за публикацию критических материалов не допускается. Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности. В 2017 году были лишены свободы 262 коллеги наших во всем мире. А вот печальный маркировалок этого года с 1 января по конец октября месяца 86 убитых журналистов. Другими словами, закон работает очень слабо. И собственную безопасность журналистам приходится чаще всего обеспечивать самим. А вот сделать это с медиарынком куда сложнее. Своими силами медиаорганизациям справиться с пиратством, увы, не удается. По словам участников обсуждения, основные трудности, с которыми сталкиваются отечественные телеканалы, сводятся к тому, что недобросовестные конкуренты не соблюдают авторские права. Мелкие телекомпании не хотят производить свой контент, а еще исполнять требования закона о размещении в эфире программ на государственном языке. Причем быть их должно не менее 50% от всех передач, транслируемых каналом. Мы преследуем три цели. Это соблюдение закона об авторских правах, соблюдение норм отечественного контента, производства отечественного контента и соблюдение норм госгосударственного языка. Вот три кита, на которые опирается сейчас работа ассоциации, и каналы, которые объединились, преследуют эту цель и стремятся к выполнению норм этого закона. С переходом страны на цифровой формат вещания, качество картинки, которую зритель видит на своих экранах, стало заметно лучше. Любимые телеканалы смогли смотреть даже в самых отдаленных уголках страны. Но это дало старт деятельности небольшим частным каналам, которые пиратским способом транслируют зарубежные фильмы и сериалы. А для этого не нужен большой штат сотрудников, как и специализированное дорогостоящее оборудование, ведь собственный продукт на таких каналах не производят. Вложений немного, за счет чего и стоимость на рекламу. Они устанавливают на порядок ниже, что не может не привлекать рекламодателей. Сейчас в стране назрела такая необходимость, когда нужно вносить основные изменения, возможно, нужно реформировать. Такое количество каналов практически рынок не выдерживает. В невыгодном положении остаются те каналы, которые что-то производят. А их, согласно исследовательскому агентству «Эксперт», можно посчитать просто по пальцам. Между тем, в ближайшее время Министерство информации и туризма вплотную займется контролем за соблюдением закона о телерадиовещании, в котором, к слову, четко прописано то, каким должен быть эфир телеканала или радиостанции. Департамент информации и массовых коммуникаций не ставит задачу начинать сразу карать телеканалы за неисполнение закона. Сейчас у нас идет все по плану. Мы направили письма узнать, как у нас обстоят дела с исполнением статей закона о телерадиовещании. А потом мы направим, конечно же, письма, где попросим устранить выявленные нарушения. На сегодняшний день в стране зарегистрировано около 60 телеканалов. Правильность и свою целевую аудиторию. Около 20 из них – дотационные. Средства в эти телекомпании, кроме прочего, поступают еще от государства. Сабина Дамаскинаба, Киткашалиев, НТС. Вновь назначенный директор Ожского государственного музыкального училища имени Ниязалы едва успела провести лишь одно рабочее совещание, как была уволена. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, Самара Каримова, известная эстрадная певица была назначена руководителем этого учреждения 24 октября. Указ об этом подписывал статс-секретарь ведомства, так как на тот момент в нем еще не был назначен министр. Однако, после прихода на эту должность Азамата Джаманкулова, он решил отменить решение статс-секретаря, заявив, что оно незаконное. Исполнявший обязанности статс-секретарь дал разрешение о назначении, находясь за границей, в Ташкенте, принимая участие в днях культуры Кыргызстана в Узбекистане. Это считается нарушением процедуры назначения, о чем министр уже сообщил главе правительства с тем, чтобы статс-секретарю вынесли выговор. Это уже вторая неудачная попытка Каримовой стать госслужащей. В первый раз ее назначили директором музея Сулаймонтоу Ваше, но после общественной критики она отказалась от должности. В их профессию приходят по призванию. Играть на сцене, будь то роль или музыку, может далеко не каждый. Ну а те, кто пишет картины или книги, и вовсе люди таланта. Сегодня в Кыргызстане отмечается День работника культуры. Артистов, клоунов, музыкантов, танцоров, библиотекарей и прочих представителей этой сферы насчитывается более 16 тысяч. И это лишь те, кто работает в государственных рамах искусства. И, как говорится, делает это на чистом энтузиазме. Ведь зарплата такая, что едва сводят концы с концами. Однако нуждаются в деньгах не только люди, но и культурные объекты. Многие провинциальные театры и дома культуры находятся в ужасном состоянии. Полуразрушенные здания и давно устаревшая материально-техническая база. С таким арсеналом трудно бороться за посетителей, который наверняка предпочтет современный зал кинотеатра, читальному в библиотеке. Об особенностях культурной жизни страны в нашем следующем материале. Это клуб колхоза имени Ленина. Точнее, то, что от него осталось. Наверняка каждый, кто ехал по дороге в Кант, видел фасад этого здания. Но навряд ли кто-то заходил вовнутрь. Мальчишки, встретившие нас, рассказали, что крыша разрушилась еще в прошлом году после сильного ливня. Правда, не вся. По краям здания шифер еще держится, благодаря внешним стенам. Теперь здесь играют местные ребятишки. Особенно нравится им бегать по оставшейся части крыши. Говорят, что не боятся, однако шифер под их ногами может упасть в любой момент. Раньше здесь был сторож. Как утверждают ребятишки, здание кто-то выкупил. Но как сам объект, он вряд ли представляет ценность, судя по внешнему виду. Его уже вряд ли можно восстановить. Интерес, скорее всего, в другом, а именно в земле, на которой он расположен. Это было село Лагвиненко. Немного ближе к Бишкеку, в селе Новопокровка, перед нами предстала совершенно другая картина. Здесь есть целый дворец молодежи. Построили его еще в 2009 году. В здании есть и спортзал, и помещение, где проходят различные кружки, и библиотека. В читальный зал мы попали во время обеденного перерыва. Поэтому, говорит библиотекарь, мы никого не застали. Книги здесь читают истерики, и дети, добавляет Галина Сергеенко. Хотя, конечно, век высоких технологий, интерес к бумажным книгам далеко не тот, что еще каких-то 15 лет назад. Местные власти стараются помогать. Литературный фонд постоянно обновляется. Где-то 1300 было, 1200. Но сейчас уменьшится где-то 800. Приходят, но тем не менее мы стараемся, и мы выигрываем массовыми мероприятиями. Читают, как вы сами знаете, уже мало стали. Но сейчас, знаете, фантастика, приключения, шармы вот эти. Но тем не менее пенсионеры у нас сейчас начали почему-то читать военные книги и классику. И вот молодежь сейчас, именно молодежь, 16-17 лет, видно, устали от компьютера и перешли на классику. Галина Сергеенко рассказывает нам о своей работе с большим энтузиазмом. Говорит, что любит саму атмосферу, в которой царит знание. В библиотеке уже 40 лет. У нее два высших образования. А получает она всего 6,5 тысяч. Вместе с надбавкой за стаж. Таких энтузиастов в Кыргызстане немало, говорит директор национальной библиотеки Джилдыс Бакашева. В библиотекаре по стране более двух тысяч, а сами библиотек чуть более тысячи. В пользу случаях хотел бы поздравить своих коллег. Библиотекарь это голые энтузиасты. Они, несмотря ни на какую зарплату, они всегда с душой работают и очень много делают для продвижения культуры, для сохранения культурного наследия и для духовных состояний личности, и детей, особенно детей. И с недавних пор все эти давние многочисленные проблемы в сфере культуры легли на плечи нового молодого министра Азамата Джаманкулова. Но у Азамата Капаровича есть видение, как с этим быть. Он считает, что необходимо привлекать новые таланты, прибегать к услугам умелых менеджеров, способных с помощью маркетинговых инструментов снова привести людей в театры и музеи. Как ни странно, но сегодня граждане – постоянные посетители мечетей и молерных домов, других конфессий. К искусству такого интереса, увы, нет. Нам необходимо переориентаться общества в сторону культуры. Мы понимаем, что религия тоже нужна, мы не отказываемся, но мы говорим о том, что развитие самого общества зависит только от культуры. Насколько культура будет развита, настолько и общество будет развито. А какой пюджет министерства? Ближе к 2 миллиардам сумма самов, но 85% всего этого бюджета уходит на заработную плату. Около 10% только уходит на развитие, поэтому это очень малая сумма денег на то, чтобы развивать культуру. Министерство культуры доходов в бюджет не приносит. Подчиненных целая армия. Это не только библиотекари, но и актеры, музыканты, артисты, клоуны. Недавно зарплаты работников сферы культуры подняли. Надбавка хорошая – целых 80%. Правда, не всем. Только служащим трех национальных театров, трех музеев и нескольких училищ. А в Кыргызстане в этой сфере трудится более 16 тысяч человек. Сегодня они празднуют свой профессиональный день, с чем мы их и поздравляем. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС И приятная новость в День работников культуры, который отмечается сегодня в нашей республике. Актер Акалбек Абдекалыков получил приз за лучшую мужскую роль на 4-м международном кинофестивале азиатского кино в Лос-Анджелесе. Сообщается, что эту награду народному артисту Абдекалыкову вручили за исполнение главной роли старика в художественном фильме режиссера Тимира Берназарова «Ночная авария». По сюжету, напомним, он одинок и сварлив, но все меняется после того, как ему удается спасти пострадавшую в результате ДТП девушку. Ее играет Дина Джейкоб. Каждый год кинофестиваль демонстрирует лучшие фильмы азиатских стран, большинство из которых выдвинуты на кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус». Отметим, картина «Ночная авария» получила уже немало наград. К примеру, на Таллинском фестивале ей присудили гран-при. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Еще раз отметим, что итоговые новости с Мирджаном Балабаевым вы можете посмотреть завтра на кыргызском, в воскресенье на русском языках. Оставайтесь на канале НТС. До свидания. Продолжение следует...